Неожиданно теплый сентябрь выдался в этом году. На улице все еще царит летнее настроение, однако купальный сезон все же закрылся еще в августе. А потому многие хотят продлить себе лето в полном объеме. Ну а как это сделать? Правильно, купить пару билетов в жаркие страны. Например, в Дубае. Только представьте, бархатный сезон, море, огромные пляжи, виды на потрясающее воображение небоскребы. Чета. И согласитесь, будет очень обидно, если кто-то отнимет у вас съемок. Особенно, если вы уже заплатили за нее денежки. Как такое может произойти? Очень просто. Заходите в инстаграм, видите в сторис манящее предложение о туре в нефтяную столицу мира за символически для этого направления 35 тысяч рублей. Тур выгодны. Пишите в директ, продающему туроператору, переводите деньги на карту и вуаля. Вот вы уже сидите спустя месяц и гневно пишите комментарии с просьбой вернуть средства. Ведь поездка была ранее отменена. Именно такой схемой и пользуются Илюса Менигалеева и ее муж Раушан Менигалеев. Завлекая низкой ценой и фейковыми видео с довольными туристами, хитрые супруги уже успели обмануть тысячи россиян. И это не просто очередная история кидалов от мелкого туроператора, а, к сожалению, еще одна финансовая пирамида. И как и в любой пирамиде, количество мошенников в ней гораздо больше, чем два. Так, одним из главных действующих лиц является Гульнас Хайрулина. Она именует себя сенсеем и создателем инфопрограмм и точек роста. При нападках обманутых подписчиков она очень ловко прикрывается беременностью и религией. Стэмфилла. Якобы я там главарь секты, человек главарь пирамиды, полиция и адвокаты. Все есть, поверьте мне. И у нас есть вся информация, кто что где пишет. У нас есть везде свои люди. Любопытно, что кормить людей обещаниями возвратов, которых не будет откровенно врать про якобы стандартные сроки возврата средств туроператорами. И в конце концов просто жить мошенничеством ей вера как-то не мешает. По поводу вазатов это мы ставим себе сроки 1-2 недели. А вообще в принципе туроператоры они в течение года возвращают. Ох уж эти преступные двойные стандарты. Примечательно, что несмотря на столь большой охват аудитории и масштабы воровства, Менигалиевы и компании используют очень базовые мошеннические уловки. Загибайте пальцы. Фантастически низкая цена. Что несомненно привлекает внимание. Хотя на самом деле она просто физически не может существовать. Попробуйте-ка хоть что-то сделать в Дубае на 35 тысяч рублей. Не говоря уже о перелете и проживании. Срочность действий. Практически все предложения являются горящими и требуют перевода средств в течение часа. Однако по факту, даже если вы купитесь на такой тур, то с вас запросят все ту же сумму и сутки спустя. Отсутствие договорных заключений. Вас и Дубай, а точнее вас и украденные деньги разделяют только директ в соцсети и перевод на карту Сбера. Никаких бумаг и подписей. Давление на человеческие эмоции. Вспомните хотя бы акцент на беременность, о котором мы говорили ранее. Удивительно, насколько живучими оказываются все эти постулаты на протяжении всей истории человечества с момента появления денег, а жадность все так же не знает границ. Главное запомните, если вы оказались в такой ситуации, они должны узнать как можно больше людей, а органы правопорядка в первую очередь. Именно благодаря тому, что многие жертвы дубайских мошенников не стали молчать, сейчас за дело взялась прокуратура. Так что используйте все средства, чтобы придать огласки вашу историю. И, к слову, этот ролик вам тоже в этом поможет. Берегите себя. Я не собираюсь оправдываться. Все те, кто знают правду, знают правду.